Здравствуйте! Мы продолжаем следить за ситуацией, которая длится уже шесть лет. В Нижнем Новгороде менеджеры «Газпрома» пытаются изъять практически за копейки землю у ветерана боевых действий на Северном Кавказе Дмитрия Архипова и его семьи. Дмитрий Архипов награжден Орденом Мужества. Его дед, который участвовал в Великой Отечественной войне, полный кавалер Ордена Славы. А это приравнивается к герою Советского Союза. И вот можно сказать, у простого солдата менеджеры «Газпрома», чиновники «Газпрома» пытаются за копейки, за 5 рублей квадратный метр, это первая цена была, изъять в собственность землю. Несопоставимые силы «Газпром» и обыкновенный человек Дмитрий Архипов, который в принципе хочет, он не хочет ничего сверхъестественного. Коротко расскажу, в чем суть. Была у Дмитрия Архипового семьи земля. Нижегородская область, недалеко там, все замечательно, Сосновский район. И «Газпром» положил на нее глаз. Они решили там построить компрессорную станцию. Все замечательно, построили, сначала платили аренду, но потом государство разрешило «Газпрому» выкупить эту землю. По идее «Газпром» должен был заплатить Дмитрию и его семье рыночную сумму и убытки. И все. И они разошлись бы, и пошел бы каждый своей дорогой, и начали бы заниматься своими делами. Но нет. «Газпром» то ли на принцип пошел, то ли, а я думаю, это более вероятный вариант, кто-то решил там заработать. Просто заработать, вот да, на солдате, заработать и на его семье. Я сразу скажу наперед, примерная сумма. Вот эта станция стоит, она большая, она стоит и еще занимает участок, который принадлежит другому человеку. И там оценили ее в 96 рублей за квадратный метр. Вот представляете, то есть вот здесь кусок земли стоит 96 рублей, «Газпром» платит 96 рублей, а соседний участок 5 рублей там с копейками. И последняя экспертиза, которая высчитала 6 рублей сумму, у нее есть одна такая странность. Экспертизу эту делает эксперт Лялякин. У эксперта Лялякина супруга, как нам рассказали, судья. И судья в Нижегородской области. То есть, представляете, судья работает в системе судебной Нижегородской области, а дело слушается в областном суде Нижнего Новгорода. То есть, представляете, здесь какой-то, как мне кажется, конфликт интересов должен быть здесь. Ну, как минимум, какого-то должны другого эксперта выбрать. Но нормально, областной суд говорит, что все по правилам, да, 6 рублей стоит у вас квадратный метр, поэтому берите, сколько предлагают, и, как говорится, и не жужжите. С 2018 года, когда было принято решение о выкупе, эта земля остается в собственности у Дмитрия и его семьи. И они налог за нее платят, представляете? Ну, то есть, абсурд. Газпром пользуется землей, у него там станция стоит, компрессорная. А налог за эту землю платят обыкновенные люди, вот Дмитрий Архипов и его семья. Помимо того, на этой земле с 2000 года отец Дмитрия сажал картошку. Он получал какую-то прибыль, он для продажи ее сажал. А сейчас ее занял Газпром, и там ничего понятного, что посадить нельзя. То есть, просто земля, помимо того, что приносит прибыль Газпрому, акционерам Газпрома, Дмитрий платит налог. Есть еще такой факт упущенной прибыли. Ну, то есть, они могли бы просто там сажать картошку до сих пор, и нормально на этом зарабатывать бы, да, там себя кормить, и еще бы соседи бы кормили, и еще бы продавали бы, им бы хватило бы денег. Но нет, землю это занял Газпром, построил свой объект, и вот нормально им пользуется. И не желают компенсировать все убытки, которые они причинили семье Дмитрия Архипова. И думал ли когда-то Дмитрий, когда защищал родину, Россию, что вот так будет с ним, что через суд придется доказывать очевидные вещи, что земля не может стоить 6 рублей, если государственная оценка на сегодняшний момент 274 рубля за квадратный метр. Это государственная. И вот идут эти суды, суды. Вот будет скоро в среду 7-го еще один касаться по той самой экспертизе, сделанной экспертом Лялякиным, чтобы вернуть дело и рассмотреть его по существу, ну, как и нужно его рассмотреть. Потому что, ну, это же очевидно, ну, что не может земля, если здесь стоит 96 рублей рядом, а вот здесь стоит 5 рублей. Ну, как вы тогда оцениваете? Получив деньги от Газпрома, они просто эти деньги заплатят в виде налога. Ни о какой честной сделке речи тут не идет. Но, понимаете, экспертиза и суд принимают такое решение, что отдать Газпрому землю за 6 рублей. А теперь кто за этим за всем стоит? Кто назначал первую экспертизу? Это Елена Михайлова. Елена Михайлова это завхоз Газпрома. Она руководила 105-м департаментом. Это который отвечал за все хозяйство Газпромовское. Многотриллионное хозяйство. Сейчас она уволена. Уволена, как говорят, по очень интересной причине. Дело в том, что Газпром инвестировал в Центр художественной гимнастики. В Сочи строили 4 миллиарда. Это первоначальная сумма нужна была. Но потом, за время строительства, в 22-м году открывал сам Миллер и Алина Кабаева. Стоимость с 4 миллиардов выросла до 10-12 миллиардов. В начале весны ее как бы так очень быстро, буквально за час уволили с такого теплого, ну как по-другому можно сказать, места. Представляете, завхоз всего Газпрома. Именно она отвечала на письма Катлау Дмитрия Архипова. Именно она за ее подписью была назначена экспертиза. А сейчас по стройке Дворца художественной гимнастики в Сочи идет проверка. Даже вроде завели уголовное дело. Пока еще Елена Михайлова по этому уголовному делу не проходит. Но там вот, знаете, государство заметило. Там потому что 4 миллиарда, а тут 10-12 миллиардов. Заметная выросла сумма за время строительства. А здесь сумма-то, собственно, для Газпрома вообще просто ни о чем. Это вообще просто даже не сумма. Это так, ну какая-то мелочь. Это ни о чем, чтобы поступить по закону, по справедливости. Есть те, кто хочет на этом заработать. В Саратове 7 августа будет суд. И интересно, как-то это повлияет. Такой вот, что административный ресурс в виде Елены Михайловой, он исчез. Он растворился. Или же продолжится все, вот этот абсурд будет дальше продолжаться. Или все-таки этот цирк прекратится. И суд примет законное решение. И Дмитрий, и его семья получат от Газпрома, от государственной корпорации, от государства, которое он когда-то защищал, который наградил его орденом мужества, он наконец-то получит то, что ему и его семье причитается. И эта история закончится. Наша редакция продолжает следить за данной ситуацией, по итогам которой выйдет большой, огромный фильм расследования. И попытаемся там ответить на вопрос, можно ли вообще простому человеку в России добиться справедливости в суде. Но сейчас мне хочется сказать, что корпорация Газпром, когда человек с ней судится, это не должно быть для человека страшно. Это должно быть гарантией, что корпорация Газпром, как государственная корпорация, не допустит того, что определенные чиновники, которые работают в этой корпорации, которая шкурно заинтересована в определенных исходах, не будут допускать, не будут кошмарить обыкновенных людей, или как вот здесь Дмитрий Архипов и его семью, участие корпорации Газпром в суде должно быть гарантией, что все будет по закону, что все будет справедливо. До свидания.